Сто лет со дня образования исполнилось отдельному краснознамённому учебному железнодорожному батальону имени Воровского, который дислоцируется в Волгоградской области. Знаменательный день – самую старшую воинскую часть в региональном гарнизоне. За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку наградили вымпелом от имени министра обороны Российской Федерации. Героя России – генерала армии Сергея Шойгу. Теперь наравне с гербом страны и боевым знаменем батальона военные железнодорожные части несут вымпел министра обороны. Награда почётная и высокая. Знак отличия достается не всем формированиям вооружённых сил России, лишь самым доблестным. В целом батальон состояния дисциплины, правопорядка и выполнения подготовки на высоком уровне. Поэтому ходатайствовали перед заместителем министра обороны, генералом армии Булгаков, генерал армии Булгаков перед министром о награждении батальона вымпел министра обороны. Высокая награда, она заслуженная. За вековую службу на благо Отечества на счету батальона набралось много заслуг. В начале Великой Отечественной войны здесь подготавливали кадры на фронт. После военные помогали восстанавливать Сталинград. Расчищали от развалин площадь павших борцов, принимали участие в строительстве планетария и мамоево кургана. Военнослужащие внесли существенный вклад в создание Байкала-Амурской магистрали и освоение целенных земель. В 1999 году полк активно принимал участие в зоне боевых действий в Чеченской республике. Мы, современное поколение воинов-женедорожников, достойно продолжаем славные боевые и трудовые традиции предшественников. Для нас строить и защищать, учить и приумножать не просто слова, а были, есть и будут всегда руководством к действию. За последние 10 лет учебным батальоном подготовлено около 6 тысяч специалистов редких специальностей. Оператор электрик пузевых машин, моторист переправочных и буксирно-моторных средств, монтажник-понтанер, машинист консольного крана и другие. Сегодня на территории воинской части современная столовая, капитально отремонтированные казармы, новый стадион, спортивный комплекс, тренажерные залы и все необходимое для несения службы. Мне нравится, кормит хорошо, достаточно. Условия проживания отличные, конечно, евроремонт в казармах, там все превосходно просто. В ходе мероприятия в ознаменовании 100-летия со дня образования воинской части чистовали офицеров и ветеранов отличившегося батальона. Целый век работы в интересах своего государства и его жителей. Это достойные традиции, которые, мы уверены, будут продолжать здесь и дальше. Анна Муслимова, Виктор Хиворин, телеканал «Волгоград-1». Спасибо. Спасибо.